Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре, FunPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня 29 апреля, понедельник, и старнул праздник, детская неделя. Каких-либо новинок по факту нет, но можно пополнить коллекцию своих питомцев, также можно поделать различные поручения для того, чтобы быстренько завершить торговую лавку. Конец месяца, быть может, у вас еще не сделана ежемесячная награда, а ежемесячная награда довольно-таки неплохая. Питомец, уточка, утенок в шапке. Сделать этого питомца можно довольно-таки быстро, да, во время какого-либо праздника. И детская неделя в целом поможет нам. Проходит она с 29 апреля по 6 мая, и можно пополнить коллекцию питомцев. Открываем вкладку коллекция, прописываем детская, детская неделя, и, собственно, видим абсолютно всех питомцев, которых мы можем вылутать. Если у вас нет кого-то питомца, то вам нужно отправиться именно в то дополнение, именно в тот город, где его можно получить. Например, в дополнении Battle for Azeroth мы получаем таких вот 4 питомцев, которых видим на экране. Клювс, Лягушанчик, Мистер Крабс и Чешуйка. Для получения Вилли, Нагастика, Орешка и Эгберга нам нужно будет сделать небольшую цепочку квестов в Шатрате. Для получения Вертихрюша, Крыса Вибриса, Тарапыги или Улитки Шустриня мы должны сделать цепочку заданий в Штормграде или Аргримаре, в зависимости на какой фракции мы играем. Завершив небольшую цепочку заданий в Старом Долоране, мы получим либо любопытного маленького Волчера, либо любопытного маленького Оракула. Само собой, делаем эти различные квестлайны, пополняем коллекцию питомцев и движемся к достижению на 1600. Собираем абсолютно их всех, потому что в следующем дополнении по-любому нужно будет собирать еще больше. И эти питомцы сыграют свою ключевую роль. Я уверен в этом. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!